Пожим рожей, потяги. Сколько отжали? Максимум 115. А вы уже не привыкли к первым местам? Наверное, скучно? Конечно. Я хочу заниматься спортом. Михаил бережно держит кубки. 7 лет он тренировался в клубе инвалидов «Инваспорт», расположенном в подвале дома. Все эти люди – спортсмены. С ДЦП, постампутационными дефектами конечности, после онкологии, ментальными заболеваниями. В специальном зале тренировались десятки человек, но весной их попросили покинуть помещение. В подвале у нас проходят вдоль всего помещения транзитные трубы. Находиться никакие спортивные клубы в таких помещениях не могут. Из-за потенциальной опасности уже несколько лет тренажерные залы не рекомендуют размещать в подвалах. «Инваспорт» располагается в цокольном этаже с 1998 года. Сами делали здесь ремонт, докупали тренажеры. Один тренажер нам пришлось распилить, иначе он никак не проходил ни в одни воротах. Это его пришлось сдать на металлолом? Нет, его мы оставили. В основном сдали не такое дорогое. Это лавочки. Общая площадь зала почти 500 метров. На них размещались тренажеры и душевая, просторные раздевалки, специально оборудованный туалет, кухня для приема пищи и таблеток. Трубы с горячей водой спрятаны под ДСП. Это транзитные трубы, они проходят по периметру всего клуба, и, собственно, из-за них вас и попросили съехать. Но решение могло бы быть. Вот каким оно могло бы быть? Защитная зона от труб 3 метра. То есть никаких предметов не должно находиться. Где-то вот по этой линии? Больше. Больше. Там буквально метр, наверное, остается. Поэтому заниматься террисным столом можно не поставить. Бесполезно. Подвал – муниципальная собственность. Все эти годы клуб арендовал его безвозмездно, оплачивая лишь коммунальные услуги. Инвалиды занимались спортом бесплатно. Вот сейчас нету Саши Козина. Такой серьезный ДЦП. То есть он ходить не мог. Со временем он ходил в тренажерный зал, занимался лыжами. То есть выступал на чемпионате России. Ну и начал ходить. Сидя дома в четырех стенах, ну, начинаешь замыкаться как-то, ну, не уверенно себя чувствовать. Отучился, да, работаю тренером как раз побочи. На территории города Барнаула осуществляют свою деятельность 13 муниципальных учреждений дополнительного образования подведомственных комитет по физической культуре и спорту города Барнаула. На сегодняшний день в данных учреждениях отсутствуют свободные помещения для размещения ФОК и Инваспорт. А на оплату аренды сообщили в мэрии. В бюджете города средств нет. По словам директора клуба Игоря Кузнецова, он ждет ответ от комитета по финансам и ищет коммерческое помещение, аренду которого Барнаул бы одобрил. Тем временем инвалиды надеются вернуться в большой спорт и, как могут, поддерживают форму. Активно ходят. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.